Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Я приветствую вас на канале Пар и рад представить вам, на мой взгляд, очень необычную рыбку Трофеуса Звездчатого. Эту рыбку также называют Дубаиси или Дебуа. Каждая рыбка хороша и интересна по-своему. Дубаиси, в отличие от всех других рыб, интересна вдвойне. Почему это так, вы сейчас поймете. А пока немного о самой рыбке. В живой природе обитает в озере Таньганьика в Африке, предпочитая скалистые места. Это связано с тем, что он питается водорослями и другими организмами типа фито и зоопланктон. Помимо всего прочего, Трофеус Звездчатый не любит плавать у поверхности воды, предпочитая глубину до 15 метров. Впервые о Трофеусе Звездчатый мир узнал в 1959 году. А в 1970 году уже был участником выставки в Германии. Именно там он стал еще более известным и популярным. Наверняка вы думаете о том, почему в таком случае он до сих пор редко встречается в аквариумах у знакомых аквариумистов. Все дело в том, что они не так плодовиды, как другие популярные африканские рыбки. Соответственно, цена на Звездчатого Трофеуса как минимум в два раза выше. Плюс к этому, их достаточно сложно держать с другими рыбками, так как Дубаиси проявляет ярую агрессию. Вообще, травоядные африканские рыбки более агрессивны и территориальны, чем хищны. Это все из-за того, что им приходится оборонять большую территорию, на которой они питаются. К ним не приплывает еда сама, как это у хищников. Другими словами, агрессия Звездчатого Трофеуса – это инстинкт выживания в живой природе. Но не только агрессия останавливает аквариумистов, любителей африканских циклит. Ключевым фактором является питание. Например, от популярного корма мотыля или трубочника, Трофеус получает проблемы с желудочно-кишечным трактом, что в дальнейшем приводит к банальной гибели рыбки. По этим причинам Дубаиси желательно лежать отдельно. А так как размеры этих рыб в аквариуме достигают 12 см, то и в аквариуме необходимо примерно на 200 литров, на 5-10 особей. При этом очень важно, чтобы в этой стае был только один самец. Если самца будет 2 и более, то нужно увеличивать объем аквариума. В качестве грунта идеально подходит песок и мелкие камни. А обязательно сделайте укрытие. Чем больше будет укрытий, тем лучше. Используйте коряги, кокосы и прочее, на чем быстро появляется обрастание. Растения подойдут только жестколистные. Мягкие подойдут в пищу. Очень важно установить хороший, лучший внешний фильтр и мощную аэрацию воды. Плюс к этому необходимо делать еженедельные подмены воды примерно по 10-30% от общего объема. Дубаиси достаточно чувствительны к аммиаку и нитритам, что приводит к смерти рыбы. Идеально температура воды от 24 до 28 градусов. В PH 8,5-9. Можно чуть больше. А вот жесткость необходимо подбирать. Дело в том, что жесткая вода в озере на родине достаточно большая, от 15 до 20. И если вы покупаете выловленных диких рыб, то, конечно, аквариумную воду придется подгонять под показатели озера. Но если вы покупаете у местного разводчика, то трофеус звездчатый даст поблажку и будет не такой чувствительный к погрешностям воды. Конечно, новичку не стоит начинать с трофеусов. Хотя трофеус звездчатый, пожалуй, самый погладистый из своих собратьев. Он легко может жить один или парой. Он менее агрессивный, чем другие трофеусы. И легко может ужиться с травоядными цихлидами, кольчужными самами и с быстрыми, не особо мелкими рыбками. Более того, самки дубаиси менее агрессивны, чем самцы. Как уже говорил выше, с хищниками лучше всего не содержать. В кормлении неприхотливы. И будут есть все, что им дадут. Однако, не стоит забывать о том, что мотыль и трубочник противопоказаны этим рыбкам. Любые хлопья и гранулы спирулиной. Помимо промышленных кормов, необходимо давать зелень. Это может быть шпинат, листья салата, огурец, кабачок или вовсе крапива. Перед тем, как дать такой корм, его необходимо аж парить кипятком. Важно, чтобы в рационе была клетчатка и почти полностью отсутствовал белок. Хотя, иногда в редких случаях и немного дать можно. Не забывайте о том, что у этих рыб нет чувства насыщенности. И они могут есть до тех пор, пока не лопнут. Что касается кормления, конкретно этих рыб, то желательно давать корм 3 раза в день. Маленькими порциями. По сути, это и все, в чем так нуждается дубаиси. Если эти условия соблюдать, то рыбка доживет до 10 лет. Помните, в начале видео я говорил о том, что эта рыбка интересна вдвойне. В отличие от других рыб. Связано это с тем, что с возрастом дубаиси меняют свой цвет. Нет, она не станет тусклой или бледной. Просто окрас рыбы радикально изменится. Мне очень жаль, что на данный момент у меня нет взрослой особи. Но фото я все равно покажу вам. Голова обретает синий или серо-синий цвет. Тело рыбки становится темно-синим, почти черным, вместе с плавниками. Помимо этого, на теле рыбки появляется белая или желтая полоса. Разновидностей полос насчитывается 4. Как только поменялась окраска, рыбка становится половозрелой и готовой к разведению. Определить полутрофеуса звездчатого непросто. Самки меньше самцов. Они не такие яркие и медленно растут. Но даже эти признаки не дают 100% гарантии в определении пола. Как правило, аквариумисты покупают стаю этих рыб. И по мере наблюдения отсеивают самцов. Так как они устраивают между собой бои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Половозрелый самец начинает гонять самок. И если все получилось и икра оплодотворена, самка откладывает до 20 икринок. Но вынашивает икринки во рту. Самку с икрой в ротовой полости легко можно определить. Так как вынашивает она ее долго, до 30 дней. И за это время достаточно сильно худеет. По истечению месяца самки выпускают свое чадо. Как правило, мальков остается примерно 10-13 штук. Но они достаточно крупные, от полсантиметра до сантиметра. Мальки сразу готовы питаться измельченными кормами. Конечно, идеальным вариантом будет отдельный аквариум для мамы и мальков. Так как самку не будет гонять самец, который не понимает, что она уже с икрой. А голодные трофеусы не поедят молоть. Крайне не рекомендуется оставлять мальков в аквариумах цихлидами. Цихлиды молоть трофеуса воспринимают как живой корм. На этом видео подошло к концу. Не забывайте про то, что у нас есть группа ВКонтакте, где вы можете оставлять рекламу, касающуюся аквариумистики. Ну, или просто делиться своими опытом, своими фотографиями своих аквариумов. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok